Тайл-каттер DU-200L Перед вами электрический станок, предназначенный для работы с керамической плиткой. Он идеален для резки кафеля, эсмальтробного греса и других материалов. Работа осуществляется за счет подвижного отрезного алмазного диска диаметром от 200 мм. Моторно-режущий блок имеет двигающуюся конструкцию. Кроме того, он способен наклоняться, чтобы можно было создать фаску. Благодаря тому, что резко по сути выполняется на воде, можно избежать летящей во все стороны пыли. Срез может быть как мокрый, так и сухой. Производитель предлагает две модели плиткореза. Первая DU-200L имеет размер стола 850 на 400 мм. Вторая DU-200LBL оборудована столом 1000 на 400 мм. Производством подобного оборудования занимается компания RUBI. Станок находится в категории, рассчитанной для среднего объема работ и уровня загрузки. The MicroMill Далеко не каждый фрезерный станок с ЧПУ может похвастаться сочетанием компактных размеров и высокой производительности. The MicroMill, созданный специалистами из компании RP3D, может. Он представляет собой трехосевой станок, который умещается на рабочем столе, управляется с помощью компьютера и позволяет изготавливать точные проработанные детали из самых разнообразных материалов. Это устройство с числовым программным управлением идеально подходит для фабрик и малых предприятий, упростит производство и работу дизайнеров. Устройство обрабатывает материалы абсолютно бесшумно. Кроме того, оно имеет закрытую конструкцию, чтобы минимизировать количество мусора вокруг. Производитель называет свой The MicroMill универсальным инструментом, так как он способен работать с любыми материалами. Главное, чтобы они были мягче стали. Кроме того, устройство легкое и мобильное. Его можно перемещать по офису, легко носить домой и на работу. The MicroMill занимает на столе не больше места, чем лист формата А4. Купить станок можно приблизительно за 800 долларов. Кубио. Благодаря постоянно совершенствующимся девайсам, с каждым годом творить и превращать свой дом в художественную студию становится проще. Один из таких девайсов – Кубио – компактный и простой в обращении лазерный гравер. Когда мы говорим «компактный», мы действительно имеем это в виду. Устройство такое маленькое и легкое, что легко помещается в сумку. То есть гравировать предметы можно абсолютно где угодно. Делать это очень просто. С помощью специального мобильного приложения на смартфоне выбирается рисунок или надпись, они могут быть любыми. Лазерному граверу придается нужное положение, а после нажатия кнопки он начинает создавать выбранное изображение на поверхности. Кубио может быть использован для создания гравировки на картоне, ткани, коже, акриле и дереве. Для работы с более прочными материалами, такими как металл, стекло или керамика, он не подходит. На приложение, запускающее гаджет, может быть установлен пароль. Так обеспечивается его дополнительная безопасность. Примечательно, что гравер оборудован детектором движения. В случае, если объект гравировки в процессе работы вдруг меняет положение, лазер моментально отключается. Купить Кубио можно за 700 долларов. Mix J1 и Prusa i3+. Настольные 3D-принтеры появились на рынке довольно давно, однако с каждым годом они становятся все более совершенными и функциональными. Их основная цель – использование дешевых материалов вроде пластика. Доступность делает производственные возможности практически безграничными. В 2014 году компания Gianguo продемонстрировала две модели своего собственного 3D-принтера. По заверениям разработчика, Mix J1 Plus и Prusa i3 Plus обеспечивали лучшее на тот момент качество печати. К преимуществам Prusa i3 Plus относится повышенная жесткость рамки, простая процедура сборки, возможность печатать крупные предметы и руководство по сборке, которые поймет абсолютно любой человек. К преимуществам Mix J1 Plus можно отнести гибкую изменяющуюся рамку, с которой можно добиться большего размера печати, а также простую процедуру сборки. Примечательно, что принтеры еще и относительно доступны. Стоимость стандартного 3D-принтера порядка 2200 долларов. Mix J1 Plus обойдется в 470 долларов, а Prusa i3 Plus стоит 490 долларов. Волтера Люди привыкли все упрощать, чтобы выполнение повседневных задач не занимало много времени. Кофе можно приготовить нажатием одной кнопки, такси можно вызвать парой прикосновений к экрану смартфона. Создание печатных плат в список легких дел не входит. Их производство — долгий трудоемкий процесс, часто требующий ручного труда. Специалисты из компании Волтера решили положить этому конец. Они смогли разработать оборудование, которое соответствует стандартам современного времени и позволяет создавать печатные платы усилием нажатия пары кнопок. Волтера — это компактная машина, способная работать даже в домашних условиях. Она использует струйную печать с специальным токопроводящим составом на основе серебра и представляет собой что-то вроде принтера или плоттера, печатая этим составом по текстолиту. Примечательно, что устройство может создавать даже двухслойные печатные платы. Все потому, что печатная головка всего за несколько секунд может быть заменена на другую, которая печатает изолирующим составом. Есть и третья головка — она выполняет функцию дозатора паяльной пасты. Купить устройство можно по цене от 1200 долларов. Нитерайт Перед вами уникальное оборудование, которое, по сути, представляет собой принтер для печати одежды из различных материалов. Оно в разы легче в обращении, чем традиционные вязальные машины, но в то же время отличается относительной дешевизной и доступностью, если сравнивать с промышленным оборудованием. Нитерайт может создавать предметы одежды из самых разных материалов, например, шерсти, хлопка и акрила. Вещи простой формы, вроде галстука и шарфа, машина печатает полностью самостоятельно. А вот если нужно создать более сложный предмет из составных частей, человеку придется прийти на помощь. Нитерайт создает составные части предмета одежды, а человек потом уже совмещает их между собой. Примечательно, что созданная ткань имеет точно такое же качество, как если бы ее ткали традиционным способом. Для создания модели можно использовать абсолютно любую графическую программу. Импорт в приложении Нитерайт выполняется всего в пару кликов мышки. Главными преимуществами оборудования является компактность, а также высокая скорость работы. К примеру, на создание составных частей длинного женского платья уходит не более пяти часов. Стоимость Нитерайт составляет 7500 долларов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры создавал DimaTorzok